Качусь колбаской по улице с Паской. Маленькое такое видео. Не то, что вы прощали меня, я не прощаюсь, я еще вернусь. Из деревни, как бы, чтоб вам не было скучно, эти ближайшие дней 10 примерно. Я не обещаю, но постараюсь, возможно, записать вам СМР. И замонтирую даже то, что вот, ну, не успела я здесь монтировать на экшн записанное. И даже, конечно, это не полноценный видос. Хавать конфетки с чаем. Ну, смотрите, какая замечательная конфетка. Орехи в шоколаде, тюменьская конфетка из вчерашней моей посылки. Вот она. И чай, кстати, тоже из посылки. Нури. Чайный. С этой самой, со чайной смородиной. Меня внезапно возьмут на машине. Вместе с котом. Ибо родственники едут в деревню, чтобы уехать в деревню, вернуться в эту деревню и обратно на великах. Они меня никогда не берут, потому что там, по их меркам, дикая дорога. Ну, я представляю, что там сейчас за дорога. Ой, меня что-то булькнуло. Получен ответ, я на вас подписалась. А, это этот. С этим поваренком. Там, кстати, на этом сайте даже японский поваренок есть. Но я не помню название вообще. Вот там, кому интересно, я ВКонтакте. Репостила этот свой. Впервые в жизни писала этот, как он там, текстовый рецепт. Короче, сейчас я буду хавать конфетку. Это уже третья конфетка из всего пакетика. Я вчера съела две. Сейчас вот одну с чаем с вами. Хотя, может, четвертая, потому что утром я тоже что-то ела. Она, по-моему, похожа, как вот та была, только эта с орехами. А та была, по-моему, еще на сливу. И вот мне в составе я не учуяла там. Но вот по вкусу мне кажется, что там есть кофе. Может быть, просто эти три ореха между собой сочетались, дают в кофейный вкус. Или по ошибке положили кофе, или забыли упомянуть в составе. Ну, короче, очень вкусные, мне понравились. Спасибо, Лерке. По-моему, она тоже по мубакам, поэтому, может быть, это маленький жур на камеру. Надеюсь, я чаю-то хочу попить на камеру. А, я думаю, вы не против, я проверю. Надо опубликовать на следующей неделе еще какой-нибудь рецепт. И у меня будет какой-то там бейджик, типа новый юзверь. Забыла все-таки, как называется этот сайт. Кок чего-то там. Вообще, из инстаграма они меня выцепили. Наверное, только надо было шепотом говорить, когда хаваешь конфеты, забиваешь их чаем. Ну, уж извиняйте, потом можешь похаваю конфеты, забивайте чаем. Буду. Видимо, я как-то шумно жую, потому что, пока оно наверху пишется, вот там, вот оно. Сейчас попробую показать, там, вот эти. Как бы показать там. Где-то зелененькое, да? Вообще, вон оно зелененькое. И когда я с селестями шевелю, то оно пульсирует. Ну, я тоже, наверное, на кого-нибудь подписаться. И душ потом. Всего лишь удачно случайно сделанная пудка. Блядь, эти кабачки со шкварками. Ну, у меня перейдут, видимо, не надо было. Ну, не то, чтобы я увлекалась там это, или оно не сильно жареное. В общем, утром у меня случился приступ жалчий. Пришлось калину бояжить с медом. Я думала ее что-нибудь налить с собой взять. Но я что-то не успела купить себе какую-нибудь маленькую минералочку. Чтобы была у меня еще пустая маленькая бутылочка. Туда нафигачить калины. Ну, может, как-то не помру. Мятой поспасаюсь. Главное собрать ее, тетя Валя, в этот раз еще раз. Я там под ником таким же, как на YouTube. Так что, если вдруг что-то, напишите, заходите туда, если вы там есть. Вякните, я на вас тоже подпишусь. Я там даже написала, я так как не знала, что там писать про себя, написала YouTube блогерская, я теперь люблю вкусно поесть. Может, там надо было что-то иное писать? Блин, орех зубы застрял. Ой, как жарко-то стало. Так-то жарко было, я даже не знаю, сколько. Не, утром было 24 градуса, сейчас не знаю, сколько. У меня еще конфетки есть. Но он сейчас уже не влезет, у меня чай заканчивается. Да, как бы еще дорога впереди. Ох. Что ж я маленький и сдох. Выражение моего дедушки. Какое-то такое. Ну, у меня у дедушки всякие специфические были выражения, допустим, но вас Богу в рай. То ли хорошо послал, то ли не очень. В общем, всем отличного настроения. Не скучайте, пока меня тут не будет 10 дней. Я бы, конечно, и рада что-нибудь выложить, пока в деревне буду. У меня там сеть такая интернетная. Что в лучшем случае раз в три дня случайно загружается приложение для YouTube на телефоне. Это творческая студия. И можно ответить на коммент или поставить коммунит-лайк вместо ответа на коммент. И иногда в контакт можно выйти. Ну, и если вы знаете мой номер, можете писать смс. Но лучше делать это только если вот там по делу. Потому что там связь тоже такая очень феерическая. Как-то пенек что-то мне послала в смск, и она пришла в три ночи. Я не знаю, то ли пенек три ночи послала, то ли сеть появилась в три ночи. И я проснулась из-за этого. В общем, всем отличного настроения. Тех, кто хочет собираться, не хочет, а надо 1 сентября идти в школу. Вот у нас школа, школы в этом году в Угличе, они с 1 сентября работают, а потом с понедельника, по-моему. Короче, всех с днём знаний, даже если вы уже давно не студенты и вообще никаким местом не ученик. Ну, как бы первый день осени. Всем пока! До свидения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова